Никита, привет! Расскажи, как готовился, в какой форме? В форме рибок. Готовился хорошо. Прошло три этапа подготовки. Первый был в Московской области, в Солнечногорске. Второй в Кисловодске на Олимпийской базе. Это было два функциональных этапа. Мы бегали, набегали, взрывались, качались. И крайний этап прошел в Москве. Уже технические наработки, спарринги и отработки непосредственно плана на бой. Слушай, но Блахович сумел даже Густавсона заставить бороться. Вообще, как считаешь, какой у него навык самый сильный, самый опасный для тебя? У него довольно длинные руки и неплохой бокс, чувство дистанции и хороший удар с левой ноги по корпусу, в голову он ее бьет. То, что он Густавсона заставил бороться, ну, возможно, Густавса не совсем был готов или думал, что будет чуть проще. Я же так не думаю. Думаю, бой будет тяжелый, но не только для меня, также для него. Поэтому, ну, скорее всего, он пройдет в Токио и мы покажем свои лучшие навыки. Расскажи, как вы расстались с Fight Nights? Так же, как и с UFC, на братской волне, на дружеских отношениях. То есть с Камилом мы общались, ну, как бы мы лично знакомы, общались. И, в принципе, я обосновал свою точку зрения. И контракт по времени у меня подходил к концу. По количеству боев там было, ну, оставались еще бои. Но при этом и мы, и Fight Nights, в принципе, понимали, что мне особо не... ну, им некого предложить мне из интересных оппонентов прям сразу. И так же, ну, в свете последних событий им довольно сложно было бы содержать меня как бойца, так как, скорее всего, я один из самых дорогостоящих был бойцов в родстере Fight Nights. Не самый, но один из, да. Поэтому думаю, что, ну, эта ситуация, в принципе, ну, осталась выгодной. Ну, никто не потерял ничего. То есть я провел три хороших поединка под эгидой Fight Nights. И, в принципе, все они были довольно яркие. И так или иначе украсили турниры, несмотря на то, что там, возможно, какие-то короткие были. Но свою задачу я выполнил, и ко мне никто претензий не имеет, я тем более. Легко было договориться о более лучших условиях с UFC? Да, безусловно. Они изначально предложили условия в два раза лучше, чем были тогда, когда я уходил оттуда. То есть и пошли на уступки, нам удалось немного сторговаться. То есть так как нам удалось чуть сторговаться, и условия стали еще лучше. То есть выросли там порядка, ну, около там, чем в три раза, или около трех раз, короче, условия улучшились. И я думаю, что все довольны так же. Вот сравнивая себя с первым боем UFC, насколько ты изменился? Вот как ты можешь оценить сейчас свое психологическое и физическое состояние по сравнению с тем, когда ты первый раз выходил в октагон? Раз в пять, наверное. То есть, ну, сложно говорить. Тогда я был крайне неопытен, несмотря на немалое количество боев до подписания. Все эти бои были, ну, не знаю, на уровне там чемпионата Украины, может быть, по боевому самбо. Наверное, такие ребята там были не самые выдающиеся. Сейчас же у меня гораздо больше опыта. Я понимаю, как себя вести в тех или иных ситуациях, понимаю, как подходить к бою, понимаю, как выходить на бой, как драться. То есть абсолютно по-другому вижу бои. И еще тогда мой первый тренер Андреев Валерий Николаевич, он мне сказал, надо тренироваться, и через три года придет ощущение. То есть ты поймешь, и оно придет. Я не понимал, о чем он тогда говорит, но когда прошло три года или три с половиной с момента того, когда я начал тренироваться, это как раз был момент ухода из UFC, наверное, я абсолютно по-другому начал чувствовать и себя, и тренировки, и бой. Ну, действительно, и со временем этот опыт, он только увеличивается. Поэтому я понимаю, что я еще расту, но не знаю, когда это закончится. Ну, наверное, я не хочу, чтобы это кончалось. Мне интересно, что будет дальше. Спасибо большое, удачи в бою. Спасибо большое.